В 21 веке ни одно путешествие на пассажирском самолете не обходится без прекрасных и обаятельных стюардесс. И мы как-то незаметно привыкли, что работа стюардессой относится к категории женских профессий. Но ведь так было не всегда. Женщинам пришлось изрядно побороться за место под солнцем и в небе. Сначала за право вообще работать стюардессой, затем за право не быть при этом медсестрой, а потом еще и за право быть замужней стюардессой. Первые регулярные пассажирские авиалинии в Европе начали действовать в начале 1919 года по маршрутам Берлин-Веймер, Париж-Лондон и Париж-Брюссель. Когда возникла гражданская авиация, пассажиров на борту умещалось немного. Большинство аэропланов могло поднять в воздух от 6 до 15 человек. А, например, комфортабельный одномоторный самолет Юнкерс F-13 перевозил всего 4 пассажиров. Поэтому функцию стюарта выполнял второй пилот. Конечно, это было не совсем безопасно, так как напитки пассажирам он раздавал в ущерб своим прямым обязательствам, а клиенты требовали все больше и больше сервиса. Простите, мисс? Да. Это первый класс. Дайте мне салфетку, дайте мне тапочки и мои любимые горячие орешки. Горячие орешки, прошу вас. Мир перевернулся в 1928 году, когда немецкая авиакомпания Лафганза включила в состав экипажа третьего члена, стюарда. Это были исключительно мужчины, причем с обязательным опытом работы официантом. Чувство юмора приветствовалось, но не так серьезно, как худая комплекция и маленький вес. Повторный мир перевернулся спустя два года, когда американка Эллен Чорч стала первой в мире авиастюардессой. На самом деле это довольно грустная история. Эллен отучилась на медсестру и пилота, но авиакомпании в конце 1920-х годов не были заинтересованы нанимать женщин в качестве пилотов. По сути, компании вообще не были уверены, что девушки могут выполнять какую-либо работу на борту самолета. Но Эллен не сдавалась. Она предложила компании Boeing Air Transit нанимать медсестер для выполнения таких задач, как раздача обедов, помощь в размещении багажа и информировании пассажиров о безопасности полета. Кто лучше, чем медсестра, успокоит испуганных пассажиров? И кто лучше, чем женщина на борту самолета, покажет мужчине, что летать безопасно? Руководство компании посчитало эту идею удачной и согласилось нанять 8 девушек на трехмесячный срок. Итак, Эллен Чорч, первая стюардесса в истории, совершила свой дебютный рабочий перелет из Сан-Франциско в город Шайн. Случилось это в 1930 году, 15 мая. Отгадайся, когда теперь отмечается Всемирный день бортпроводника? Правильно, но неверно. 12 июля. Не ищите логику, ее там нет. По требованиям того времени, кандидатка должна была быть моложе 26 лет. Не тяжелее 54 килограммов, не выше 164 сантиметров и не замужем. И да, первых стюардесс набирали исключительно из выпускниц курсов медицинских сестер. Лишь спустя годы, в связи с увеличением размеров самолетов, ограничения по росту отодвинули до 175 сантиметров. Возраст принимаемых девушек-стажеров увеличили до 29 лет, а выход на пенсию по возрасту до 45 лет. В наши дни вес бортпроводника не столь важен. Хотя, к примеру, российский Аэрофлот не выпускает униформу больше 48 размера. Зато при подборе персонала используется принцип 3О. Это образ внешний, речь, мимика, макияж, привлекательность. Образ внутренний, наличие необходимых черт характера. Образ профессиональный, профессиональные знания и навыки. Самую большую заботу о своих стюардессах проявила авиакомпания Air France. Во-первых, форму заказали не где-нибудь, а у модного дома Кристиана Ла Круа. Во-вторых, в коллекцию для бортпроводниц вошли 100 предметов одежды, включая красные кожаные перчатки, ремни с бантами, шелковые платки и шляпки. О-о-о, такая красивая! Конечно, мы же роялти. А самым страстным поклонником униформы стюардесс признал голландец Клифф Мускит. На его сайте собрано 1487 комплектов одежды бортпроводников. И коллекция продолжает пополняться. Минусы профессии бортпроводника всем хорошо известны, не будем на них останавливаться. Но есть и плюсы. Например, бортпроводникам полагается увеличенный отпуск, иногда до 70 дней. Бесплатный перелет в любую точку мира раз в год. А также значительные скидки на авиабилеты для себя и для членов семьи. В последнее время стюардессы получили возможность подрабатывать прямо на борту самолета, предлагая пассажирам товары из дьюти-фри и получая проценты с их продажи. Кстати, работа с стюардессой помогает добиться успехов во многих областях. Например, в политике. Так, премьер-министр Исландии Яхана Сигурдар-Тотир попала в политику благодаря тому, что работая стюардессой на исландских авиалиниях, очень активно участвовала в профсоюзном движении. Вывод. Хотите добиться успеха? Летайте самолетами. Ведь больше нечем. Если вам нравятся наши видео, то не забывайте рекомендовать их своим друзьям и ставить нам пальцы вверх. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые сюжеты.